Социолог и публицист Игорь Эйдман присоединяется к нашему эфиру. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Если это возможно, Игорь, сравните, пожалуйста, настроение и состояние российского общества в феврале 2022 года и сейчас. Ну, я скажу, во-первых, об общем, что общее и сейчас, и тогда. Да. Российское общество как тогда, так и сейчас подвергается манипуляции со стороны власти. И эта манипуляция достаточно успешна и эффективна. То есть манипуляция через средства массовой информации, прежде всего, через различные социальные институты, государственные власти. И, как бы, эта манипуляция уже давно ведется российской властью, и она до сих пор является, к сожалению, большим, достаточно эффективна. Можно ли утверждать, что за эти более чем два года полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину сами россияне неким образом приспособились к военному положению, к военному времени, к тому, что их страна ведет кровожадную, несправедливую войну против другого независимого государства. И, в принципе, неким образом смирились с тем, что происходит, и отстранились от реальности и от того, что происходит на фронте, в том числе и благодаря манипуляциям, о которых вы говорили выше. Нет, вы понимаете, вообще в самом начале, вот широкомасштабная эта агрессия, которая началась 24 февраля 1922 года, она не вызвала в России каких-то массовых протестов. Безусловно, протесты были, и у части общества это вызвало недовольство, негодование, что угодно. Но эта часть общества все-таки меньшинство россиян. И надо сказать, что за это время, за эти два с половиной года уже почти, из этих людей, которые тогда протестовали в начале агрессии, выходили на улицы, большинство из них уже уехало из страны, часть подвергается репрессиям, кто-то сидит. И, собственно, вот это антивоенное движение, оно в значительной степени было подавлено. Что касается большинства общества, то оно достаточно спокойно изначально восприняло начало войны, широкомасштабную агрессию. И дальше этой части общества скармливают каждый раз новые какие-то объяснения для войны, для того, почему война необходима, новые какие-то мифы скармливают. И это вот через телевидение, прежде всего, через телевизионные манипуляции. И общество, это, в общем-то, к сожалению, вот эта часть, общество, она достаточно спокойная, каждый раз новые версии эти, она принимает, да, почему нам надо воевать. Сейчас уже, как бы, такая версия основная, у нас не было выбора, вот деваться просто некуда было, если бы не они, не мы тогда ударили по нам, ударили, ну и так далее. Звучит бредово, но, скажем так, эта часть общества, которая сидит на теле, Игле, она большим интеллектом и тем более аналитическим умом не отличается, поэтому и можно ее убедить, в общем-то, в чем угодно. Как писал поэт, да, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Они, те люди тоже рады обманываться, почему? Потому что им не хочется ощущать себя частью вот некого преступного государства, которое развязало преступную агрессию. Гораздо приятнее ощущать себя жертвами, да, жертвами несправедливости, каких-то происков американских, там, кого-то еще. Так что, в общем, ничего особо не изменилось. Как сидели они на Игле пропаганды, так и сидел. Да, но ведь есть еще некие события, которые происходят внутри России, которые непосредственно связаны с войной и которые сказываются на жизни самих россиян. Это и мобилизация так званая, так называемая частичная, и поток эмиграции, и, не знаю, Пригожинский поход на Москву, и события в Белгородской и Курской области, и прилеты дронов, которые даже до Петербурга и Москвы, собственно, долетали, и экономические лишения, ограничения другие. То есть есть факторы, которые, казалось бы, должны сказываться и будоражить самих россиян. Или нет? Или тоже есть какое-то некое у них противоядие, в том числе и пропагандистских ресурсов, которые льются? Нет, вы знаете, вы назвали ряд факторов разновесных. Самый такой тяжеловесный реальный фактор – это была принудительная мобилизация, вот первая волна мобилизации. Действительно, это была осень 1922 года, действительно, тогда общество было шокировано, потому что им обещали совершенно другое. Им обещали, что воевать будут только те, кто хочет за деньги, а население будет смотреть телевизор под пиво и аплодировать своим, значит, победителям, в кавычках. А тут вдруг неожиданно оказалась мобилизация. Народ побежал, сотни тысяч людей побежали к границам. Это был шок. Поэтому, кстати, Путин так и не хочет возобновлять эту мобилизацию, начинать новую волну мобилизации. Действительно, мобилизация – это нарушение некой конвенции между населением и властью, что война будет, но вы ее почти не почувствуете. То есть это и так внушает население. Поэтому, как я уже сказал, они категорически не хотят, несмотря на явную потребность их преступной авантюры в новом пушечном мясе, они мобилизацию проводить не хотят, боятся просто элементарно, и пытаются все дороже и дороже покупать пушечное мясо по контракту. Цены на пушечное мясо растут, дефицит его увеличивается, люди все менее охотно идут даже за большие деньги на контракт, потому что понимают, что с жизнью там можно распрощаться, и деньги уже в гроб с собой не положат. И поэтому, рано или поздно, если война не закончится в ближайшее время, в ближайшие месяцы буквально, Россия опять встанет перед необходимостью новой волны мобилизации. И вот это действительно может существенно подорвать вот этот общественный консенсус по поводу войны и позиции власти в обществе. Игорь, вы цитировали вот эти замечательные слова, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Владимир Путин на протяжении всего своего правления неоднократно врал населению Российской Федерации, да и в принципе всему миру. Но если касается конкретно населения Российской Федерации, он говорил о том, что он не будет баллотироваться в президенты бесконечное количество раз, узурпировать власть. Что мы видим? Он баллотируется бесконечное количество раз, и власть узурпировал. Он говорил о том, что не будет повышаться пенсионный возраст, пенсионный возраст повысился. Вторгаясь в Украину, он говорил о том, что не стоят цели о том, чтобы оккупировать Украину, либо какие-либо ее части. И в итоге что? Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области. До этого уже был оккупирован Крым. Вот это вот желание обманываться, это всегда было характеристикой российского народа? Или это тенденция последних десятилетий, которые напрямую связаны с правлением Путина? Нет, вы понимаете, почему люди рады обманываться? Человек-обыватель, он не готов противопоставлять себя государству, власти. Не только даже потому, что он боится этого. Просто это, с его точки зрения, неправильная, неудачная жизненная стратегия. Для того, чтобы комфортно себя чувствовать, психологически комфортно, социально комфортно, человек должен не находиться в неком мире самим собой и в мире с окружающим общином, и в мире с государством. Если он начинает противостоять государству, это тяжелый, трудный путь, доступный немногим. Понимаете, это доступен он революционерам, диссидентам, таким людям, как, не знаю, покойный Навальный, как люди, которые сидят в тюрьмах сейчас российских. Но большинство населения обыватель совершенно на это не готов. Поэтому обывателя нетрудно обманывать власти. Он с удовольствием присоединяется к любой пропаганде, которая идет. Потому что, понимаете, проще всего быть как все. И очень сложно быть каким-то бунтарем, революционером, протестующим. Это удел немногих. Это, к сожалению, такой социальный закон. Он, в общем-то, не зависит даже от страны, в которой это происходит. Но тем более, конечно, в России есть исторические, имперские традиции подавления государством общества и подчинением государству личных, частных интересов граждан. Это все было еще, не знаю, с времен Николая Первого. Я уже не говорю про Иосифа Сталина. Так что эти традиции, естественно, тоже продолжаются. И при Путине они сознательно совершенно укрепляются и развиваются. Хорошо, о традициях дальше поговорим. Журналист Дмитрий Муратов в интервью Юрию Дудюб несколько лет назад это было, но уже шло полномасштабное вторжение России в Украину. Он говорил о слепом следовании судьбе и приводил в пример произведение Тургенева «Муму». Вкратце, Герасим по приказу барыни убивает свою собаку, а потом уходит от барыни, что, в принципе, вызывает удивление, потому как он мог бы уйти со своей любимой собакой от барыни, а не выполнить приказ барыни ее убить и лишь потом уйти. Слепое следование судьбе – это тоже историческая традиция российского общества? Я сейчас не очень понимаю, куда Герасим на пути от барыни. Когда я говорю о слепом следовании судьбе, я имею в виду, что начинается полномасштабное вторжение России в Украину. Ну, кто-то там умирает, да, по мнению обывателя российского. Ну, да, какие-то наши мальчики, так называемые, тоже, очевидно, погибают, но немного. Потом объявляется так называемая частичная мобилизация. И на эту частичную мобилизацию уже призываются люди, которые до этого к военному делу не имели никакого отношения. Никто не восстает. То, о чем вы говорите, что не было никаких восстаний и какого-то глобального громкого возмущения российского общества. Поэтому это видится как слепое следование судьбе. Ну, барин сказал, что надо сделать, ну, значит, надо идти на войну и умирать. Ради чего? Зачем? Для кого? Барин сказал. Все. Да, вы знаете, тут немного более сложная ситуация. Герасимин-то, в общем-то, не очень-то мог откуда-то уйти от барыня. Он был крепостной крестьянин, да, и, естественно, что до реформы крестьянской 1861 года, до отмены крепостного права, крестьянин крепостной никуда от барыня, естественно, и уйти не мог. Да, его просто бы поймали или сослали в Сибирь, или вернули бы к хозяину. Так что понятно, что и от этого барина, да, в лице... Кстати, Путин действительно, это хорошее сравнение. Путин вообще себя воспринимает как такой помещий-крепостник, да, а население как своих крепостных крестьян. Он поэтому так вот переживает, что у него поголовье крестьян сокращается в результате демографического кризиса. Для него это, ну, серьезные проблемы. Также он пытается расширять земли свои и увеличивать количество своих крепостных за счет захвата чужих территорий, чужих земель. Это вот в таком стиле, да, там, какого-нибудь, опять-таки, если вспомним русскую литературу, там, помещика Трейкурова, да, который пытался таким образом грабить соседей. Так что вот он такой вот крепостной помещик, с одной стороны. С другой стороны, его крепостные крестьяна. Но надо сказать, что не так уж все для него безоблачно. Надо сказать, что та же вот эта мобилизация, волна мобилизации, которая шла-то всего несколько месяцев, заметьте, несколько месяцев. Вот три месяца практически она шла. За эти три месяца сбежало около миллиона человек из России. Это очень большие цифры. Это, если брать взрослое население, это мужское взрослое население, то это больше двух процентов. И, соответственно, крепостные побежали, что называется, от своего помещика. И если сейчас будет волна мобилизации, они опять побегут. Восстать, конечно, они не смогут, это безусловно. Потому что, ну как они восстанут, понимаете? Силовиков в России миллионов пять, да? И они все вооружены до зубов. И они абсолютно безнаказаны. Население, естественно, безоружное. Может быть, за исключением Чечни или каких-нибудь некоторых, даже не всех, а каких-то районов Северного Кавказа. Абсолютно безоружное. Не имеет опыта, ни навыков, ни сопротивления, тем более силового сопротивления. Конечно, были попытки устраивать какие-то демонстрации в начале войны. Тысячи людей были задержаны, осуждены. Ну, правда, в основном административно. Но и политзаключенных тоже сотни появились новых. Так что здесь надеяться не на что. А вот на то, что они побегут при случае новой волны мобилизации, причем в массовом порядке, это точно. Это, кстати, одна из причин сдерживающих сейчас Путина от решения вводить эту новую волну мобилизации. Вы знаете, Игорь, вы правильно отметили о том, что они побежали, а не попытались свергнуть своего барина. Нам в Украине это не очень понятно, потому что в свое время мы не бежали. Мы ответили силой на попытку силой изменить вектор Украины, изменить его с европейского на пророссийский. И нам это удалось. Если бы россияне обратились бы, не знаю, за советом, посмотрели бы исторический экскурс, возможно, они бы взяли это за пример и попробовали, хотя бы попробовали. Хотим успеть задать вам еще вот какой вопрос о том, что россиянки все чаще следуют нынче призывам российской власти рожать до получения высшего образования. Число молодых мам с дипломами вузов достигло рекордно низкого уровня. А зачем властям такие призывы? И чем этих женщин подкупают эти призывы, собственно? Конечно, это никакого отношения к призывам власти эта тенденция не имеет. Это у нее совершенно другие корни. Причем тут два момента. Первый момент. Сейчас ситуация, понятно, да, власти говорят, что все у нас хорошо, хай-класс, ничего страшного не происходит. Но люди, скажем так, темные, люди, которые не в состоянии анализировать информацию, люди, у которых нет навыков получения независимой информации, они этому верят. И, соответственно, естественно, что люди без высшего образования, они более склонны подвергаться манипуляции, им проще, вернее, манипулировать, и они менее склонны, у них нет навыков или меньше навыков работы с информацией. И поэтому они это берут за чистый монет, все принимают. Женщины с высшим образованием, они более осведомлены, они более рационально смотрят на вещи, они видят, что ситуация в действительности очень нестабильная и опасная. И они в этой ситуации боятся рожать детей, боятся рожать для Путина очередное пущенное мясо, потому что понятно, что Путина и эта система никуда уходить не собирается, и поэтому сколько бы ни было еще в запасовом времени, в этой стране рожать просто опасно, да, в вечно воюющей стране. Это первое. Второе. У людей, скажем, находящихся в низу социальной иерархии, в том числе и образователей, не имеющих образования, то есть чаще всего низкооплачиваемых, с начала войны появился, у многих из них, или, скажем так, по крайней мере, у некоторых из них, появился такой совершенно бешеный источник доходов, да, это война. То есть мужей отправляют воевать на войну за бешеные по российским стандартам, особенно региональным, деньги, а жены, получив там от мужей, условно уже при заключении контракта, там миллион платят как минимум рублей, деньги, они благополучно рожают, потому что у них появились деньги для того, чтобы содержать своих детей. То есть пока муж работал, он семью содержать не мог, во многих случаях, да, если в большинстве случаев контрактников, потому что они в основном из бедных регионов, из бедных семей, семей должников, там, и так далее, перед бабками. А когда муж пошел на войну, ну, у жены, соответственно, появилась возможность, скажем так, перед тем, как отпустить своего мужа на убой, на этот мясокомбинат в виде пушиного мяса, значит, они забеременеют и, соответственно, дальше рожают. Так что здесь, ну, и как бы у родственников их такая же возможность появилась. Это связано именно с то, что именно женщины без образования сейчас стали рожать. Многие из них — это жены людей, которые являются выгодоприобретателями войны. Причем не только, я уже сказал, про контрактников, но и также людей, которые, например, в ВПК работают. В ВПК, там резко возросли доходы, резко возросла занятость, объемы производства. В ВПК, война требует все больше и больше оружия, все больше и больше орудий убийства. И люди, соответственно, особенно в депрессивных регионах, наконец-то стали получать работу и получать деньги. Соответственно, в их семьях повысился уровень рождаемости. Игорь, вам спасибо большое за то, что нашли время с нами пообщаться. С Игорем Эдманом говорили о настроениях в российском обществе и его состоянии. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова